Праздники пришли и нас поймали будни, но мы только рады этому факту. Первый выпуск программы «Красно-синий лед» в новом 2014 году. Всем здравствуйте и сегодня вы увидите. Переход через Альпы как этап подготовки к заключительной части регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Давосе. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, а кто ходит в гости в новогодние праздники, тот поступает в два раза мудрее. И красно-синий лед по ту сторону океана. Зимняя классика в Детройте, Сергей Федоров и мы следим за каждым его шагом. Престижный турнир и одновременный этап подготовки к заключительной части регулярного чемпионата и плей-офф континентальной хоккейной лиги ЦСКА на Кубке Шпенглера. Все подробности. ЦСКА достаточно сложным путем добрался до финала Кубка Шпенглера, где в предновогодний день команде противостояли обидчики по группе. Женевский сервет. Пятый матч за пять дней не самый комфортный график, но на пути к трофею предстояло сделать последний шаг. Состав к тому же привернувшийся строй Зайцев и Денисович был самый что ни есть боевой. Но уже с начала игры что-то пошло не так. В первой половине матча в воротах в Стане побывало четыре шайбы. Причем винить вратаря не в чем. Голы были либо с убойных позиций, либо с добивания чуть ли не с вратарской площади, или после собственных невынужденных ошибок. ЦСКА дал сервету слишком большую фору, чтобы легко отыграться за оставшееся время. Так получилось. Забили. Мы хуже начали матч. Потом вкатились вроде. Может усталость где-то уже накопилась. У нас игроки травмированные были. Ребята играли. Практически в пять защитников в одну игру. Может силы где-то хватило чуть-чуть. Много причин. Ты сам не играл два матча и сейчас вышел. Как ощущения были? Да нормальное ощущение вообще. Вошел в игру. Никаких проблем с этим не было. Хорошо, что удалось сократить счет еще до перерыва. Морозов отпасовал Огурцову. Тот увидел накатывавшегося Сопрытина и бросил в расчете на подправление. 1-4 после двух периодов. И шансы на спасение оставались. Надо было добавлять по игре. И в заключительной трети в ЦСКА это удалось. Давление на ворот у швейцарцев начало нарастать, и армейские голы не заставили себя ждать. Сначала отличился Фролов на носовом платке, отобравший шайбу одного соперника и разметавший финтами в стороны двух других с вратарем. А чуть позже счет до минимума сократил Зайцев. Но дальше, пусть и с хрустом, оборона сервета продержалась. Ну, вратарь здорово у них сыграл, помог им. Ну, значит, не судьба сегодня. Как говорится. Ничего здесь не поделаешь, если шайба не шла ворот. На последних минутах армейцы поменяли вратаря, но пропустили в пустые ворота. 3-5. Сервет, как победитель, автоматом приглашается на турнир на следующий год. ЦСКА получает опыт игры в непростых условиях, а его тренерский состав – масса информации к размышлению. Мы показали характер, мы бились, мы могли забросить несколько раз. Все видели, как мы состязались и имели неплохие шансы не только сравнять счет, но и победить. Никто не хочет проиграть в решающем матче, но, повторюсь, мы закончили на позитиве, потому что имели немало шансов победить. Мы напросились в гости, и нас охотно приняли. Елка, шарики, хлопушки, конфетти, гирлянды. Одним словом, Новый год. Большое спасибо гостеприимной хозяйке Ирине Жарковой. Здравствуйте. Походите в дом Жарковых к нам на новогоднюю елку. Для нас Новый год – это семейный праздник, и поэтому у нас традиция такая, что мы отмечаем Новый год всегда в любую семью. Родители можем, и родители, и наша семья. То, что Новый год мы отмечали у родителей, у волиных. Это Новый год. Я пригласила всех к нам. Так получилось, что последний все годы, мы можем сказать, что Владимир произвел прямо в преддверии 31-го. У него есть традиция, вот одна есть. Он 31-го входит с родителями, с нашими папами и с друзьями и бабами. Традиционный салат Оливье был в очереди у нас, поэтому стейки, рыбина, горячие. Садится у тебя. Я очень хотела дочку, и вот в том году я, за то, что я загадывала желание, и вот у нас в этом году дочка. А в этом, по-моему, у нас Калбрика. Наша малышка, вот она. Миланночка, поможешь ручкой? Дай-ка вы. Окей. Давай поздравим всех с Новым годом. Мы учимся ходить. Давай покажем. Пошли, 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 пошли. Наши первые шашки. Это наш первый Новый год. Ей нравится, все блестит, все сверкает. У нас тут музыка везде, елочки. Не нравится. Снегурочку хотим. Либо просто какое-нибудь красивое, ну, такое платьишко беленькое. То есть наше маленькое счастье, мы не всегда рады, даже просто улыбка, это уже всякий раз. Для Миланы будет отдельно украшенный стульчик детский, ну, она будет с нами с ней на столовой. На нижней фотографии у нас, вот папа с Миланкой на детском комнате дурачатся, язык мой показывали. Ну, и здесь самое главное у нас расписание нашего папы. Очень плотное, но есть время, когда мы проводим время вместе. Конечно, да, хотелось бы, чтобы Вол всегда был с нами, но это его жизнь. Он занимается этим, и мы не с этим ничего можем поделать. Я хотела бы пожелать болельщикам команды ЦСКА счастья, конечно же, здоровья, чтобы они не болели, приходили на все наши игры, поддерживали команду, потому что для ребят это действительно очень важно, поддержка от них и любви, счастья всем их, ну, в общем, всего хорошего, исполнение всех желаний, не очень к цели. Ну, а команда ЦСКА я хотела бы пожелать побед, побед и беспрямых, конечно же. Вот, все же у нас любят, и ждут дома, мы встречаем. Хоккей начинали играть на открытом льду и на свежем воздухе, и продолжают делать это. Зимняя классика в Детройте из Швейцарии. Сергей Федоров отправился за океан, его уже ждала там съемочная группа ЦСКА-ТВ. Каждый болельщик ЦСКА и каждый любитель хоккея в России может почувствовать себя частью этого праздника, потому что сегодня здесь воссоединится русская пятерка Детройта. Главное событие года в НХЛ состоялось на бейсбольном стадионе. Сергей Федоров вновь оказался в команде, в которой провел свои лучшие годы. Его, Игоря Ларионова, Вячеслава Козлова и Вячеслава Фетисова бывшие партнеры встретили тепло. В раздевалке была потрясающая атмосфера. Овации с 40-тысячной арены ждали русскую пятерку, когда на льду появился Владимир Константинов. Детройт никогда не забудет ее подвиги. Подумать только, на площадку вышли лучшие хоккеисты Детройта и Торонто. Две команды мечты. Среди других выделялись Сергей Федоров и Вячеслав Козлов. Оба находятся в прекрасной форме. Федоров записал на свой счет очередную шайбу за Детройт, но судьбу игры решили после матчевой булиты. Но это на табло победила одна команда. На самом деле, эта победа касается всех. Настоящий большой хоккейный праздник. Я первый раз, конечно, играл на фиртом воздухе, и на бейсбольном стадионе. Это очень приятно, конечно, было еще раз вернуться в Детройт и сыграть перед «Ардвинкс» болельщиками. Ощущения самые очень, скажем, позитивные, положительные, потому что сегодня, как скажем, был специальный такой день для игроков команды Детройта и Торонто, потому что редко мы собираемся вместе. Тем более в такой атмосфере, как сегодня, когда на трибунах было около 40 тысяч человек. И приятно было видеть всех ребят, которые занимаются разными делами, скажем так, и нашли возможность приехать, чтобы провести этот прекрасный день в кругу друзей. Еще поиграли в хоккей, получили удовольствие. Поэтому я считаю, что это был очень хороший день. Сергей и Слава, они, конечно, в великолепной форме. Игорь тоже. И кого не спросишь перед игрой, ребята давно катались? Да, я катался пару раз за последние 10 лет. Ну, наверное, лукают. На самом деле все очень шикарно выглядят. Если, скажем, сбросить эти года и посмотреть на самом деле, как все происходит, то мастерство, оно никуда не девается. В любом случае оно остается с игроком. Было очень-очень приятно видеть своих бывших сокоманников, коллег, друзей, с кем ты прошел огонь и вводы медные трубы. И это на протяжении очень многих лет, больше 10 сезонов, по 7, по 8, по 9 месяцев в году. Поэтому это очень-очень много. Как бы воспоминаний сразу всплывает в памяти. Придется пару недель, чтобы все это осело, приняло какие-то формы. И формы ощущения тоже. Но я очень доволен, что меня пригласили и доволен, что мне удалось приехать и поучаствовать в таком интересном проекте. После игры теплом и прощавшись со всеми, русская пятерка отправилась встречать Новый год. Русский Новый год в Метройте. Ну и разумеется, Сергей Федоров не только выходил на лед в двух амплуа, но и занимался своими менеджерскими обязанностями. О новых игроках в составе ХК ЦСК и о ближайших планах команды он рассказал в интервью нашей программе. Не могу скрывать своих личных отношений с ним. Вместе с ним играл Магнитогорский, опять же. Инвер провел неплохой сезон или проводит неплохой сезон в Адмирале. Его выезд на Евро-тур, финская часть. Он показал очень классный, хороший хоккей. Ну и, конечно, руководство Адмирала в лице Александра Могильного пошло нам навстречу и сделал вот такой обмен правами хоккеистов. По Яну могу сказать то, что тренера очень хорошо его знают и знают все его моменты, потому что он выступал в фарм-клубе Detroit Red Wings, Grand Rapids. И они, конечно же, считают, что он один из тех иностранных игроков в лиге на данный момент, которые являются самыми сильными по игре и по отношению к делу особенно. Вот такой насыщенной выдалась для армейцев новогодняя неделя. Всем удачи и счастья в новом году. Болейте за ЦСКА, а сами будьте здоровы. С вами был Красно-Синий Лед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова